Здравствуйте, дорогие мои! Вместо того, чтобы обсуждать скучные новости, которые уже все обсудили, мы сегодня с вами обсудим сливы о будущем Blizzard, которые опубликовали на MMO Championship, а еще ужасную проверку информации от одного из рублогеров. Итак, MMO Championship, это, кстати, портал, который появился чуть ли не во времена Берон Крусейда, по-моему, и был очень долгое время единственным источником информации по вот там почнотам, слитым всяким данным и прочим. Там какой-то пользователь под ником Blizzard Сливы опубликовал якобы слив о будущем Blizzard в 2022 году, и мы сейчас с вами об этом поговорим, а также о том, насколько вообще можно этому всему доверять, чертовому безумию. Пункт номер один в этом сливе. В начале 2022 года Blizzard трансформируют, остатки компаний и сотрудников переименуют в Insight, получается, будет звучать как Activision Insight, ну и большая часть сотрудников, которые работали в Blizzard, будут уволены и будут наняты новые. Очень интересная новость, конечно, и с одной стороны звучит крайне бредово, потому что кому нужно распускать целую Blizzard, которая приносит вообще-то деньги, как бы, это глупо. И кто думает, что Blizzard скатились? Может, они и скатились, вы можете думать всё, что угодно, но бабки они всё ещё приносят. С другой стороны, а ведь есть расклад, при котором, наверное, Activision Blizzard всё-таки имеет смысл подумать о том, чтобы перестать быть Activision Blizzard. Это репутационные потери для огромной Activision, и, возможно, такими способами можно уйти, не знаю, от каких-то исков, поданных к Activision, ну, там сказать. Всё, мы всех уволили, у нас больше вообще нету Blizzard, и вы больше не можете, уважаемый штат Калифорния, просить у нас денег за это, и мы никому ничего не должны. Хотя, конечно, скорее всего, я пытаюсь натянуть всего на глобус, и Blizzard никто не будет расформировать, так что тут у нас сразу возникают сомнения в качественности этой информации. Кстати, то, о чём-то я вам тоже хотел рассказать. Знаете ещё, в качественности какой информации у меня и у всех зрителей моего стрима возникли сомнения? Вставочка из видоса Чиха. История получила неожиданное развитие. Джефф Гамильтон решил продолжить перепалку со Зманголдом и вывести её на новый уровень. Неожиданно сотрудник Blizzard решил опубликовать личные данные популярного стримера. В список информации, предоставленной Джеффом, вошли имя, фамилия и место проживания Зманголда. Его данные от учётной записи, а также ответ на секретный вопрос. Бонусом же пошли кредитные карты, которыми предположительно пользовался стример при оплате игр в магазине Blizzard. Мне бы очень хотелось узнать, какое наказание за это понесёт сотрудник компании. А также мне бы хотелось понять, где именно он получил эти данные и по какому праву он их распространяет в свободном доступе. Лично я после прочитанного оказался в шоке. Ваше же мнение вы можете оставить в комментариях. Для зрителей, которые не поняли, ещё раз проговорю, что сказал Чих. Чих сказал буквально следующее. Действующий сотрудник Activision Blizzard слил личную информацию, плюс платёжную информацию, плюс личный адрес и номера кредитных карт самого популярного контент-мейкера по World of Warcraft Азман Голда в сеть. Ну, в смысле, слил в сеть. Вот что сказал Чих. И мой видос Чиха, кстати, всем советую. Вот эти новостные выпуски просто прекрасные. Мы смотрели его на стриме и все такие... Что? Я обожаю своих зрителей за то, что... Серьёзно, я посмотрел комментарии под видео Чиха. Никто. Ну, может быть, я плохо посмотрел. У них не вызвало это каких-то вопросов. А моя аудитория вся такая... Подожди. Типа, он прям выложил номера кредитных карт и... Мы начали разбираться. Я провёл расследование. Чих там в своём видео показывает скрин сайта, с которого он взял эту потрясающую достоверную информацию. Я просто взял и загуглил дословно заголовок. Перешёл на этот сайт. Он действительно выглядит так же, как на скрине Чиха. И там написано, что разработчик Blizzard опубликовал информацию не Азман Голда. Там прям написано не. Прям это выделено. Что же, я пошёл дальше. К счастью, те, кто писал ту новость на том сайте, тоже, кажется, довольно желтушным, тем не менее. Но всё-таки чуть лучше умеют делать это, чем Чих. Поэтому оставили ссылки на первоисточники. Ознакомившись с первоисточниками, а также обратившись к эксперту Дмитрию, всем нам известному из вот тех самых подкастов, которые некоторые из вас хейтят, я узнал, что произошло на самом деле. На самом деле сидел себе разработчик Blizzard на каком-то сайте, в форуме, к площадке для общения, не относящийся никак к Blizzard. И там ему в личку пришли угрозы и оскорбления от какого-то пользователя этого форума. Разработчик Blizzard зашёл в открытый профиль этого пользователя, то есть мы сейчас с вами можем зайти, ну, могли бы в тот момент зайти в профиль этого пользователя, и сделал скрин этого открытого профиля, и выложил у себя в Твиттере, сказав, типа, смотрите, тут меня буллят, хуйсосят, или что он там написал, я не знаю. И это буквально всё, что случилось. То есть, да, просто разработчик выложил открытые данные в сеть, в которой они и так были. Вот это скандал, вот это я понимаю, вот это Чих проделал, так сказать, журналистскую работу, рассказал нам новости. То есть, да, Чих нам говорит, что разраб выложил там секретный ответ на секретный вопрос, номера кредитных карт Азман Голда в сеть, взяв их, видимо, из базы данных Blizzard, потому что откуда они у него ещё. На самом деле он сделал скрин профиля из форума одного чувака, который ему угрожал, и выложил это в сеть. Вы понимаете, насколько... И когда я, мои зрители на стриме услышали это от Чиха, мы такие, господи, что за бред? Но когда Чих писал эту новость, абсолютно не проверив её и даже не дочитав до конца, даже не вчитавшись в не Азман Голда, хотя бы, он даже не подумал, что он буквально обвиняет человека в уголовном преступлении. Ну, в смысле, вот этого разработчика Blizzard. И если бы это на самом деле имело хоть какие-то шансы случиться, это был бы грандиозный скандал, это было бы, конечно, просто потрясающе. Это был бы уже бывший разработчик Blizzard. Кому какое дело до проверки информации? И на эти радостные новости мы переходим к следующему пункту из наших сливов. World of Warcraft больше не будет активно разрабатываться и переходит в стадию активной поддержки. Всё, что все наработки, которые были для патча 10.0, будут впихнуты в патч 9.3, который, по факту, не будет продолжением Shadowlands, а будет уже какой-то новой истории, вот эти все заготовки они возьмут и поместят в 9.3. И, собственно, на этом 10.0 не будет. World of Warcraft актуал, его развитие актуальное больше не состоится. Патч 9.3 выйдет в 2023 году, они его будут затягивать, видимо, как могут. И далее разработка World of Warcraft прекратится. В свою очередь, заново собранная команда, не та, которая занималась World of Warcraft. Напомню, она у нас распущена в начале 2022 года. Набирается новая команда. Сейчас этот проект ещё только... Тут так написано. На стадии планирования выходит новая, абсолютно уникальная игра, никак не связанная с World of Warcraft, но, я так понимаю, по вселенной Warcraft, которую... Это MMORPG, да, они собираются делать новое MMORPG, согласно этим сливам. Да, Blizzard... Ой, извините, не Blizzard, а Inside собираются делать новое MMORPG, и в её разработке они хотят обратить пристальное внимание на геймплей и на то, как сделано в Final Fantasy XIV. Потрясающе просто, замечательно. Человек, который писал эти сливы, он очень умный. Я вот так, знаете, подумал, а как выглядит MMORPG, которая берёт много идей у Final Fantasy XIV? К счастью, у меня был недавно видос по Final Fantasy XIV. Теперь получше представляю, что это за игра. Она будет просто более анимешной, по мнению того, кто это писал, потому что буквально Final Fantasy XIV на самом деле, ну, во многом похоже на World of Warcraft. И как мы знаем от того же самого Азман Голда, главное преимущество Final Fantasy XIV это разработчики нихуесосы и хорошая, добрая комьюнити. Ну и как в целом можно прокомментировать этот замечательный инсайт. Шансов, что Blizzard просто возьмут World of Warcraft, который приносит им деньги, много денег, если что, гораздо меньше, чем мобилки, гораздо меньше, чем мобильная Call of Duty, гораздо меньше, чем какие-нибудь там, возможно, игры от Ubisoft. Но много денег всё ещё. Шансов, что WoW закроется, нету. К сожалению, для хейтеров, к счастью для тех, кто играет в World of Warcraft, к сожалению для тех, кто ждёт, что World of Warcraft умирает. Хотя, с другой стороны, те, кто хочет сказать, что WoW умер, они и так это скажут, и мне не нужны никакие поводы. Они такие, так он мёртв. Вы знали? Да, World of Warcraft мёртв. Тут, кстати, инсайт. Будут делать как Final Fantasy XIV, так и написано. Мобильная морпока по вселенной Warcraft разрабатывается с 2019 года. И это, кстати говоря, то, во что вполне себе можно поверить. Я, правда, с трудом представляю, как может выглядеть мобильная Warcraft. С другой стороны, MMORPG формат крайне плохо подходящий для мобилок. И тут нашему инсайдеру, который, без сомнения, предоставляет нам крайне точную информацию, написано с 2019 года. Ему бы стоило лучше проверить эту информацию. Наверное, он просто что-то не заметил. Может быть, там написано сессионное MMORPG. Тогда звучит сразу как то, что за... Хит. Просто хит на мобилках. Для Хардстоуна в скором времени выйдет спин-офф. Основой его станут режимы автобаттлеров. По-моему, для Хардстоуна уже вышли всякие режимы автобаттлеров, если не ошибаюсь. И, конечно, Хардстоун — это игра, которую, к счастью, для Близзард можно развивать, не выпуская никакие спин-оффы, а просто фигаре туда новый контент. С другой стороны, знаете, какая есть еще игра, которую можно, к счастью, для Близзард, казалось бы, развивать, не выпуская никакие спин-оффы, дополнения, продолжения и прочее? Overwatch. Кто бы мог поверить, что Близзард будут делать Overwatch 2 до того, как они анонсировали Overwatch 2? Никто! Каждый раз это звучит, как какое-то безумие. Поэтому, в принципе, смеяться над инсайдом, написано на бумаге, о том, что для Хардстоуна выйдет спин-офф, это смешно. Потому что кто... А, стоп! Я хотел сказать, кто знает, чего ждать от Близзард. Так Близзард-то больше не будет. Будут инсайд, Activision инсайд, конечно. Кстати, про Overwatch, про него следующий инсайд. Overwatch бесперспективен, проект будет закрыт, Overwatch 2 отменен. Вот так. А, и сейчас, подождите еще. Сейчас, тут где-то... Вот, 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 вот. Так. Это, то есть, закрытие Overwatch, отмена, не повлияет на проект, над которым работает Netflix, совместно Близзард по франшизе Overwatch. Слава богу, волноваться не стоит. Как всем известно, конечно, на 100%, мы увидим на Netflix скоро сериал по Overwatch. Следующая новость из наших инсайдов. StarCraft 2 полностью заброшен. Это было бы инсайдом лет 10 назад. Подтверждаю, сбылось. Сбылось, ребята. StarCraft 2 полностью заброшен. И последнее, практически последнее, по крайней мере. Поскольку по проведенным исследованиям герои Близзард, такие как Сильвана, Аликстраза, Трейсер, еще кто-то, более не особо популярны у игроков, Близзард, то есть инсайд, простите, будут разрабатывать абсолютно новое IP, то есть новую вселенную игровую, которую они представят на Gamescom. И в этой новой игре будут гача-элементы. Ну, то есть вот эти вот, как в Генши Импакт, когда ты должен платить, открывать лутбокс и доставать оттуда что-то, чем ты потом будешь играть. Типа, например, героев. Вот вы и узнали, что такое гача-элементы. Я это знаю, потому что у меня окружают анимешники какие-то сумасшедшие. Но вы теперь тоже это знаете. Поздравляю. Кстати, я забыл совсем, я вот тут вот сейчас. Диабло. Вы знали, что Диабло теперь ключевая франшиза из всех оставшихся франшиз Диаб... Ну и Хартон. Большие надежды Activision возлагают на Диабло 4 и на Диабло Иммортал. И скоро мы увидим, узнаем больше новых интересных новостей об этом. У меня, правда, все еще есть огромные сомнения в действительности в том, что Диабло 4 хоть сколько-то выстрелит. Я бы так хотел, чтобы она вы... Ну когда, Близзард, вы покажете что-то классное, кроме Диабло 2? Ну и последняя, самая заключительная, трагичная новость. Близзкон 2022 будет отменен, так как Близзард в 2022 году, в начале, ну когда должен быть Близзкон, уже не будет существовать. Вот такие вот потрясающие инсайды, их немножечко даже обсуждали в Ру-комьюнити и на стриме что-то об этом пару раз спрашивали. Говорить тут, конечно же, не о чем, но звучит это все как полнейшая хрень. Не знаю, зачем я с вами это обсудил, зато мы как-то прошлись по всем франшизам Близзард, да? Подумали о их будущем, но с другой стороны, часть из этого действительно, может быть, в каком-то виде мы увидим. Пишите, что думаете, пишите свои инсайды, давайте, короче, устроим конкурс. Вы должны, так же, как этот чувак, придумать свои инсайды про Близзард. А что, хорошая идея. И лучший инсайд, который наберет больше всего лайков, получает 500 пипкоинов или 500 рублей на телефон. Нет, какие 500 рублей, пипко... 500 пипкоинов или 300 рублей. Зажмотил 200 рублей, короче. Не, а что, реально, давайте, чему хуже, чем этот чувак, я вот могу, например, инсайды лучше выдумать. Уверен, что и вы можете, у меня элитная аудитория все еще, так что давайте. Элитная аудитория, 300 рублей практически у вас в кармане. Надо просто написать самый классный инсайт. На этом я с вами прощаюсь, немножко обсудили то, немножко обсудили все. Я вам рассказал про Чиха и про его замечательные новости. Приходите на стримы, мы вместе смотрим видосы Чиха, вот эти вот новостные. Они потрясающие. Каждое видео просто алмаз. Хотя, вот это было ограненный алмаз. Как называется ограненный алмаз? Или ограненный алмаз, это и есть ограненный алмаз. Топаз. Причем тут топаз? Бриллиант, я вспомнил слово. Большое отдельное спасибо. Айя Накоджи всем платным подписчикам. Бусть, Патреона, список которых будет в конце. Спонсоров на Ютубе. Вы невероятные. И в конце я вам должен, как всегда, что-то показать. Тетрадка, с которой я зачитывал инсайды, пустая. Не потому, что я придумал инсайды. Я действительно их взял из интернета с формами ММО Чемпионшип. Но тетрадка пустая. Просто надо было откуда-то читать. Ну, знаете, для уверенности. Смотришь на клеточки и все. И читаешь. Инсайды от Blizzard. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok